Привет, друзья! С вами Зажигалчика. Продолжаю полет из Латвии в Калифорнию. В этом и в двух моих предыдущих видео я рассказываю о своей 26-часовой поездке из Европы в Америку с пересечением границ трех стран, перелетом через Северный Атлантический океан, сменой 10-часовых поясов и полной переменой климата. В этом фильме мой перелет из Чикаго в Сан-Диего. Прилетела из Хельсинки в Чикаго. На границе нас заставили забрать свой сданный багаж, пройти с ним контроль и сдать опять. Чтобы лететь в Сан-Диего, мне нужно было поменять терминал. Поэтому я еду одну остановку на автопоезде, с одного терминала на другой. Тут полностью автоматизированная система поездов, перевозящая пассажиров к четырем терминалам, а также к центру для аренды автомобилей, стоянкам и к автобусам. Чикаго – третий по численности населения город Соединенных Штатов Америки после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В регионе Чикаго живет почти 10 миллионов человек. Расположен город на западном берегу озера Мичиган. Любопытно, что название Чикаго – это измененное французами слово из языка местных индейцев, который означает «дикий лук» или «чеснок». Международный аэропорт Охара, куда я приземлилась, является одним из самых больших и самых загруженных в мире. Он ежегодно обслуживает около 70 миллионов пассажиров и занимает четвертое место в Нью-Йорке. Чикаго находится в четырех часах полета от Сан-Диего. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Про привычки и колорит образа жизни людей разных рас и национальностей, живущих в прекраснейшем американском портовом городе Сан-Диего на берегу Тихого океана, прямо на границе с Мексикой. Наш самолет полный, все места заняты. Субтитры создавал DimaTorzok Питание не сравнить с европейским. Это просто перекус. Можно выбрать сладкое или соленое печенье и напиток. У меня, кстати, невкусный томатный сок с пачкой сухих соленых крендельков. Международный аэропорт Сан-Диего является вторым по загруженности аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой в мире. В основном, обслуживая внутренние перевозки, аэропорт имеет беспосадочные международные рейсы в Канаду, Германию, Японию и Великобританию. В Сан-Диего приземлилось в 8 часов вечера. Больше никакого контроля. Забираю багаж, чувствуется юг. В Альмово аэропорту люди в шлепанце. Миг встречает меня с розой. Латвийская привычка. А большой букет из 20 роз ждет меня дома. Сюрприз. Он купил мне кофе. Мы с ним оба любим кофе. Выезжаем из аэропорта. Мы уезжаем из аэропорта. Сан-Диего-япорт. Мы уезжаем из аэропорта вместе. Еее! В 8 вечера в Сан-Диего уже темно. Из-за гор. Сан-Диего очень красивый город. Второй по величине город Калифорнии после Лос-Анджелеса. Восьмой по численности населения в Соединенных Штатах. Вместе с мексиканским городом Тихуана он образует единую агломерацию с населением в 5,5 миллионов человек. Это как валка в Эстонии и Латвии, только в 300 раз больше. Виден центр города Сан-Диего с высотками и гаванью. Многие живут в Тихуанах, Мексике, ездят на работу в Сан-Диего. Город известен своим мягким круглогодичным летом, естественной глубоководной гаванью, обширными пляжами и парками. Он давно ассоциируется с военно-морскими силами и корпусом морской пехоты США. Недавно он стал центром развития здравоохранения и биотехнологий. Я вам еще много расскажу и покажу. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте новое и заряжайтесь положительной энергией. Ваша зажигалочка.